Добрый день, зрители канала Марина Цветы! У меня для вас специально создан плейлист об обработке сада и огорода. Еще есть плейлист, дедовские рецепты так называемые. Я рассказываю вам о способах, которые я использую в защите своих растений от грибковых, вирусных заболеваний и от вредителей. Сейчас у нас конец лета и мы с нетерпением ждем созревания винограда. Климатические условия в этом году, к сожалению, нас не радуют и это вызывает большую тревогу, потому что идет массовое развитие грибковых заболеваний. Как определить, что происходит с вашим виноградом в данном случае? А можно такой же способ применять и ко всем ягодным кустарникам. Прежде всего, вы должны обратить внимание на листовую пластину. Малейшее изменение цвета и налет появления на листве. Вот посмотрите, пожалуйста. Он такой седой, белый. Это уже первая тревога то, что наше растение посещает грибковые заболевания. Большую тревогу вызывает налет на ягода. Виноград очень сильно повреждается различными грибковыми заболеваниями. Это серая гниль, мучнистая роса и, к сожалению, есть такое заболевание, как аидиум. Это усыхание виноградных ягод буквально уже в период плодоношения. Именно об аидиуме мы начинаем заботиться, обрабатывая растения, еще буквально с первых весенних месяцев. Это будет очень важно. Мы использовали с вами фунгицидные препараты, биофунгициды, использовали инсектициды от вредителей, дорогие друзья. А что же можно использовать в этот период, когда мы ждем уже практически наш виноград на нашем столе? Химические препараты мы не используем, дорогие друзья. Очень хороший способ обрабатывать все ягодные культуры в этот период обычной содой. Я хочу обратить внимание на то, что изменение листвы, белый налет на ягодах, побурение листвы. И даже вы можете возле винограда, если вы услышите запах, рыбный запах, это уже показатель, что где-то на побегах формируются грибковые заболевания. Особенно это слышно после дождей, во влажную погоду. Поэтому, проходя мимо кустов винограда, обязательно просматривайте. Имеет большое значение формировка винограда. У меня есть видео, формировка винограда для женщин. Именно я вам рассказала очень легкий способ, так популярно, потому что очень сложно для многих понять, как формировать виноград. Загущенность может быть влиять на то, что у нас грибковые заболевания. Даже наличие сорняков на наших грядках, это все провоцирует буквально массовое поражение виноградников грибковыми заболеваниями. Используйте подручные способы и обрабатывайте виноград в фазе плодоношения и созревания каждых 7-10 дней. Используем обычную пищевую соду, обычное жидкое мыло. Рецепт у нас такой. 5 столовых ложек, дорогие друзья, мы на 5 литров воды и добавляем 5 ложек моющего средства. Есть еще такой рецепт, что можно добавить 50 грамм растительного масла. Но я не советую вам это использовать, потому что само мыло уже является прилипачем нашего средства, именно к ягодам и к листовой полостине. А растительное масло, ну для меня это один из провокаторов вредителей. Это тоже будет притягивать насекомых, слизни может быть. Поэтому растительное масло, вы меня спрашиваете, я никогда не добавляю как ингредиент в растворы для обработки своего сада. Поэтому пищевая сода безопасна для здоровья нашего, очень хорошо помогает от всех видов грибковых заболеваний. И самое главное, наши ягоды быстрее созревают и становятся слаще, потому что при снижении температуры нашим ягодам не хватает тепла, не хватает солнца, если туманы, влажная погода. И именно сода, обращая внимание на канале Марина Цветы, мы говорим с вами и об огороде. Обрабатывая все растения, овощи в том числе, это способствует созреванию плода. А для винограда еще увеличение сахароза. Поэтому мы с вами не только боремся с грибковыми заболеваниями, но и работаем на улучшение вкусовых качеств. Конечно, профилактику лучше делать заблаговременно. Но если у вас вот только первые-первые такие следы налета белого появляются, мы еще с вами успеваем справиться с этой проблемой. И выйдет у меня еще сразу же видео об одном подручном способе борьбы с грибковыми заболеваниями. Поэтому, пожалуйста, зайдите в плейлист обработка сада. Я буду говорить о винограде. И в ближайшее время еще одно видео, надеюсь, я вас удивлю подручным способом. Он не распространен, этот способ, но я его прекрасно использую. Сделайте такой раствор, обработайте виноградники. В период, когда нет солнечной активности, это можно сделать вечером или рано утром с условием, что не будет дождей в течение 2-3 дней. И вы поможете своим растениям профилактически от грибковых заболеваний. А если уже и увидели вот такой вот налет, то вы смело справитесь с этой проблемой.